Выпуск подготовлен при участии сети салонов Diva Optica. Одни очки позволяют хорошо видеть вблизи, другие вдали. С прогрессивными очковыми линзами Hoya Lux вы будете одинаково хорошо видеть и вблизи, и вдали. Hoya Lux. Комфорт и идеальное зрение в одних очках на любом расстоянии. Салоны Diva Optica. Проспекта Белкаирхана, 44, дробь 1. Телефон 24-84-84. Улица Братьев Жубановых, 290А. Телефон 51-35-00. Выпуск подготовлен при участии сети салонов Diva Optica. Аппетиты не слишком большие у вашей компании? Я считаю, нет. Тема повышения тарифов вновь звучит в стенах городского акимата. Сегодня компании-заявители представили основание для этого народным избранникам. По данному факту ведется следствие. В Актюбинской области задержаны двое местных жителей за кражу буровых установок. Сотрудники ДВД Актюбинской области также проинформировали, что подозреваемые украли буровые установки из контейнеров в 160 километрах от города Кандагаш. Было установлено, что все организации образовательные истребуют излишние документы от родителей. В Актюбинских школах и детсадах при приеме детей требовали лишние документы. Это выявила межведомственная рабочая группа по вопросам качества оказания госуслуг. Добрый вечер. В эфире информационная программа «Факт» с новостями к этому часу. Асиль Кинжалина. Повышение тарифов на вывоз твердобытовых отходов и проезд в общественном транспорте. Эта обсуждаемая в последнее время тема вновь прозвучала в стенах городского акимата. Сегодня здесь состоялось внеплановое заседание комиссии Маслихата Актюбе. Практически с начала года повышение стоимости проезда в городских автобусах бурно обсуждается на всевозможных площадках. На уровне заседаний, совещаний, публичных слушаний, в соцсетях температура горячей темы совсем недавно вновь повысилась. Градус прибавили компании, ответственные за вывоз ТБО. Мы бы хотели, чтобы нам подняли его до 305 тенге с многоквартирного домов и 349 тенге с частных благоустроенных домов. Основание? Основание, тариф используется с 2012 года. ДСАЭМ подорожал, запчасти подорожали. Люди не платят вовремя. Платят в основном пенсионеры. Дома в основном. Сейчас вот отменили домовые адресные справки. У нас нету рычагов проверить там, сколько фактически живет людей в домах. Город разделен сейчас на три зоны. УК-27 обслуживает на своей территории 90 тысяч абонентов и выполняет свою работу без нареканий. О своем нелегком труде заявляют и два других предприятия, ТО «Неоплюс» и ИП «Таза Лайф». Комментарии тем временем в соцсетях взрываются от возмущения. Интересно, проезд дорожает в четыре раза, мусор в три раза. А людям что делать? Рисовать что ли деньги? Предыдущая компания по сбору мусора что-то не жаловалась нам на повышение цен и работала как положено. У нас даже претензий не было. А теперь что? Без согласия народа вы не можете поднять тариф. Мы не заключали с вами договор. И платить вам такую сумму никто не будет. Еще люди просят поднять им зарплату, чтобы оплачивать такие тарифы. Взывают к совести работодателей, которые тоже не делали этого с 2012 года. Требуют коммунальщиков умерить аппетиты и вернуть прежние обслуживающие предприятия. Но новички в едином дуэте с перевозчиками аргументы в пользу повышения тарифов сегодня как по нотам озвучили перед депутатами, руководителями город-делов, представителями общественности. Мы просим поднять тариф до 180 тенге. Основная причина – подорожание ГСМ. Парк машин требует обновления. Водители тоже не хотят работать за низкую зарплату. Мы, конечно, понимаем, что народ возмущается, но это не наша прихоть. В свою очередь депутаты внесли корректировки и предложили удовлетворить запросы частных компаний частично. К примеру, за проезд в общественном транспорте сделать тариф 80 тенге и сохранить 55 тенге для льготных категорий граждан. Но окончательное решение по тарифам еще не принято. Ирина Гудис, Алексей Уразов, программа «Факт». Ремонт дорог в Октюбе продолжается. Капитальный ремонт в эти дни можно заметить на Курмыше. В частности, новое асфальтовое покрытие появилось на улицах Караса и Батыра, Кулумбетова и частично Наутимисова. Сегодня ранним утром, наконец-то, для движения полностью открыта улица Маншук-Маметова от проспекта Абыха-Эрхана до 312-й стрелковой дивизии. Укладка нижнего слоя асфальта завершена. Когда будет положен верхний слой, представители отдела автомобильных дорог пока не сообщают. Напомним, дорожники расширили улицу Маметовой до шести полос. Сейчас обустраивают тротуарную дорожку. Всего в этом году на ремонт дорог в городе выделено 2,5 миллиарда тенге. В пресс-службе отдела автомобильных дорог пообещали более точную информацию о ремонте предоставить на следующей неделе. В Октябрьской области задержаны двое местных жителей за кражу буровых установок. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД Республики Алмаз-Садубаев, передает Казымфорум. Сотрудниками Департамента внутренних дел Октябрьской области также проинформировали, что в 160 километрах от города Кандагаш задержаны двое местных жителей, которые украли из контейнеров буровые установки. Сотрудниками криминальной полиции ДВД Октябрьской области задержаны двое местных жителей, которые на месторождении в 160 километрах от города Кандагаш из контейнеров совершили кражу буровых установок. Стоимость украденных буровых установок составляет более 200 миллион тенге. По данному факту ведется следствие. Ситуация по падежу скота в Октябрьской области стабилизировалась, пишет Костак со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. В хозяйство, расположенное в Октябрьской области, где произошел падеж крупного рогатого скота, выехал главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Республики Утигулов и директор научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии, сообщается на сайте Министерства. По результатам лабораторных исследований, причиной падежа крупного рогатого скота стало токсикологическое отравление. Анализ показал, что в организмах погибших животных превышено содержание алкалоидов, подтвердили в Министерстве. Как сообщалось, в одном из хозяйств в Октябрьской области произошел падеж 253 голов крупного рогатого скота. Специалисты Департамента по делам государственной службы за последний месяц выявили десятки коррупционных рисков и фактов нарушения дисциплины госслужащими. В Октябрье в это время проводилась акция «Тайный покупатель». В ходе мероприятия сотрудники Департамента побывали инкогнито в городских и районных отделах земельных отношений, школах и колледжах, а также в поликлиниках и больницах области. Проштрафившимися чиновниками объявили в Департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Метод «Тайный покупатель» за несколько месяцев выявил десятки нарушений в государственных и муниципальных предприятиях. К примеру, в отделах земельных отношений и поликлиниках города и районов, как оказалось, отсутствуют комфортные условия для лиц с ограниченными физическими возможностями. Более того, выяснилось, что сотрудники регистратуры поликлиник не владеют информацией по вопросам прикрепления к медорганизациям. Электронные очереди систематически где-то не работали, поэтому очереди не совсем правильно распределялись. Также были выявлены факты, тоже преграды определенные, не совсем были сделаны условия для посетителей, для пациентов во время ожидания. А также тоже были факты истребования излишних документов, чтобы прикрепиться в поликлинику. Например, нет необходимости предоставлять флюорографию, ту же самую адресную справку. Однако в некоторых поликлиниках некоторые сотрудники истребовали данные документы и тем самым усложняли регистрацию пациента в ту или иную поликлинику. В ходе мероприятия на железнодорожном вокзале Актобе установлено, что сотрудники вокзала, сотрудники линейного отдела внутренних дел и проводники поездов по направлениям Актобе-Атырау и Актобе-Алматы добровольно соглашались на незаконное оказание услуг безбилетного проезда за отдельную плату. Проводники договаривались с людьми и брали безбилетных людей. Сумма для такой поездки варьировалась от 5 до 20 тысяч тенге за безбилетников. 26 июля под председательством совместителя Акима Актюбинской области Кайрата Бекенова прошло заседание Совета инвесторов, в рамках которого открылся проектный офис проекта Protecting Business and Investments, созданный для антикоррупционного сопровождения инвесторов. На сегодняшний день по Актюбинской области всего подписаны 6 соглашений с иностранными и местными инвесторами на сумму 64 миллиарда 128 миллионов тенге. Всего в 2018 году планируется сопровождать 15 проектов на общую сумму 190 миллиардов тенге. Помимо этого по обращениям руководителей инвестиционных компаний оказано содействие в решении вопросов о получении квоты на привлечение иностранной рабочей силы на 25 человек для реализации проекта реконструкции и организации производства, о заключении инвестиционного контракта с комитетом по инвестициям МИР-ИРК для реализации проекта строительства завода по сборке и производству ветрогенераторов в получении инвесторских виз для руководства компаний. К примеру, мебельная компания, открытая в нашем городе гражданином Турции, нуждалась в двух специалистах с родины директора. Квоты не было, пришлось обратиться за помощью в департамент по делам госслужбы. В результате на предприятии работают еще два ценных специалиста, который обучает актюбинских рабочих мастерству мебельщика. У нас работают и местные, и турки, и иностранные. Нам надо было иностранные различные работы. Мы сюда пришли, в департамент, отдельно. Они нам помогали. Вместо Акимата, вместе с департаментом, отдельно. Нам кота дали уже, чтобы мы получили различные работы. И у нас все иностранные тоже работали уже. Совместно с Акиматом области департаментом было направлено письмо в Министерство энергетики РК о получении лицензии на ввоз опасных отходов БУ ШИН в количестве 50 тысяч тонн в год. В ближайшее время планируется также подписание соглашения с руководителями остальных инвестиционных компаний и местных предприятий региона по антикоррупционному сопровождению бизнеса. Кроме того, ведется работа с неправительственными организациями по контролю за качеством оказываемых услуг. На сегодня по административной практике департаментом в отношении 10 должностных лиц было возбуждено 33 административных дела, по которым постановлениями судов и в сокращенном производстве в целом было наложено штрафов на общую сумму в размере 1 миллиона 280 тысяч 270 тенге. Ежегодно с 2016 года Ассоциация НПО Активистской области принимает участие в реализации проекта «Гражданский контроль», который реализуется совместно с департаментом Агентства по делам коррупции и Государственной службы. В рамках этого проекта мы осуществляем деятельность общественных приемных, в которых ведется прием граждан по вопросам нарушения несоблюдения этики государственных служащих, несоблюдения каких-то процедур, которые предусмотрены стандартами оказания государственных услуг. По итогам первого полугодия 2018 года в Актюбинской области в целом было оказано 3 миллиона 555 тысяч 800 госуслуг. Более 60% из них были оказаны в электронном виде, по словам руководства Актюбинского департамента по делам госслужбы. С таким темпом перехода на оказание госуслуг в электронном виде, полный переход к цифровизации, достижим в течение нескольких лет. Антон Пережогин, Мерлан Аманжолов, программа «Факт». В актюбинских школах и детсадах при приеме детей требовали лишние документы. Это выявила межведомственная рабочая группа по вопросам качества оказания госуслуг. Нарушения были зафиксированы в ходе общественного контроля методом «тайный покупатель». Методом «тайного покупателя» было установлено, что все организации образовательные истребуют излишние документы от родителей. То есть, к примеру, это может быть адресная справка, затем не соблюдается график работы образовательными учреждениями. То есть, если человек пришел в школу, допустим, устроить своего ребенка, допустим, в 16.00, да, он приходит, у него никто не принимает документы. К примеру, я вам скажу, вот за период с августа месяца, с 1 по 14 августа, у нас было проведено 25 инспектирований, это с общественниками было, по которым, 25 школ было проведено, это как в городе, в районах нашей области, по которым были выявлены нарушения. По итогам заседания межведомственной рабочей группы в адрес госорганов и образовательных учреждений были выработаны соответствующие рекомендации по совершенствованию качества оказания госуслуг и повышения цифровой грамотности. Вы смотрите программу «Факт». Продолжим выпуск. Организация образования области к новому учебному году готовы. Об этом сегодня на августовском совещании педагогических работников заявила главный педагог области Лязату Разбаева. Руководитель управления образования подвела итоги минувшего учебного года и рассказала о намеченных перспективах развития. Августовское совещание – традиционная встреча педагогов области перед началом нового учебного года. На этот раз она прошла в Центре искусств, где собрались чиновники разных уровней, общественники, представители учебных заведений, ветераны и высшее руководство области. Перед пленарным заседанием гости ознакомились с выставкой достижений системы образования. Началось совещание с доклада руководителя управления образования на тему человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции. Главный педагог области Лязату Разбаева подвела итоги за прошлый год, отдельно остановившись на дошкольном, техническом и профессиональном образовании, строительстве новых школ и инклюзии. Главный педагог области Лязату Разбаева, лучшими за минувший учебный год признаны школы номер 21, 32, 55, 23, 17. И школа поселка Жанаконыс. В разрезе районов наиболее лучшие результаты в ЕНТ в Мартугском, Кабдинском, Байганинском и Мугалжарском районах. Хуже дела обстоят в Шалкарском и Тимирском. Я открыто рассказываю свое мнение и не боюсь, что есть. Меня не протекают и не ругаются. Я не вижу ответы на уроках. Говорила сегодня о том, как идут дела с внедрением обновленного содержания образования, которое ориентировано на повышение социальных навыков и способности к самообучению. Обновленными в школах должны быть не только стандарты, учебники, но и кадры в приоритете повышения квалификации педагогов. В связи с таким преобразованием системы образования, из числа 1600 химических районов по 6%, это значит, что 425 прошли курсы по обновленному содержанию образования. Они будут пропадать в третьих, шестых, восьмих классах, которые в этом учебном году начнут обучать по обновленной программе. Этот учебный год внефтьюрского района становится переходом на трех языках, изучение предметов информатики, физики, химии, биологии. По традиции, на ежегодном августовском совещании педагогов были отмечены лучшие представители профессии и организации образования. В завершении встречи состоялось посвящение в учителя 60 молодых специалистов, обучившихся по госпрограмме «Серпен». Асиль Кинжалина, Сергей Калашников, программа «Факт». Защищены права октябинского бизнесмена. В начале года в палату предпринимателей Атамикен поступило заявление от представителя бизнеса о нарушении прав, допущенных дознавателями в ходе несанкционированной проверки и изъятия партии товара. По факту было проведено расследование с привлечением сотрудников прокуратуры. В настоящее время уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. Все изъятые моторные масла были возвращены предпринимателю. В палаты предпринимателей были защищены имущественные права предпринимателя более чем на 5 миллионов тенге. И к событиям в спорте. Казахстанский джиу-джитер Дархан Нуртаев выиграл золото на Азиатских играх 2018, проходящих в Джакарте, передают вести Ки-Зет. В финале турнира в весовой категории до 62 килограммов Нуртаев взял верх над представителем ОАЭ. Для Казахстана эта медаль стала 36-й на Азиаде 2018 и 4-й золотой. Также в копилке сборной 7 серебряных и 25 бронзовых наград. И подробнее о спортивных новостях вы узнаете после рекламы. Казахстан с 33 медалями поднялся на одну позицию в турнирной таблице летних азиатских игр 2018 в Индонезии. Казахстанские спортсмены в настоящий момент занимают 11-ю строчку в общей турнирной таблице, обойдя сборную Монголии. Главным образом это удалось благодаря третьему золоту, которую принес в копилку Казахстана велогонщик Алексей Луценко в гонке с раздельным стартом. Ответим, что для самого спортсмена это вторая золотая награда Азиады 2018. Днем ранее он завоевал медаль высшей пробы в индивидуальной гонке. Сейчас в копилке национальной сборной 3 золотые, 7 серебряных и 23 бронзовых медалей. Турнирную таблицу возглавляет по-прежнему Китай, у которого 133 медали. Следом расположилась Япония, у нее 100 медалей, замыкает тройку лидеров Республика Корея, у которой 73 медали. Напомним, Азиада 2018 в Индонезии стартовала 18 августа и продлится до 2 сентября. От Казахстана в крупнейшем азиатском спортивном форуме принимают участие 410 атлетов по 25 олимпийским видам спорта. Это 37 спортивных дисциплин. Информация о пьяном казахстанском спортсмене в Индонезии, пристававшем к участницам Азиады 2018, не соответствует действительности, сообщила пресс-секретарь комитета по делам спорта и физкультуры Министерства культуры и спорта Республики Раухан Тугумбаев. Я, как пресс-секретарь комитета по делам спорта, опровергаю эту информацию по казахстанским спортсменам в Индонезии. Это недостоверная информация, это не соответствует действительности, сказала сегодня Тугумбаева Костак. Как сообщалось ранее, авторитетное зарубежное спортивное издание разместило в себе информацию о двоих участниках летних азиатских игр 2018, которые были наказаны за неподобающее поведение. Один из них, по информации из Дании, из Казахстана, другой из Бахрейна, сообщал, что казахстанский спортсмен находился на территории Олимпийской деревни в состоянии алкогольного опьянения и пытался обниматься и целовать спортсменок в столовой. Его личность установить не удалось. Сборная Казахстана по футзалу вышла в финал чемпионата мира среди студентов Алматы. В полуфинале турнира сборная Казахстана победила португальцев. В другом полуфинале Россия обыграла Украину со счетом 4-2. По финале казахстанцы встретятся с россиянами, а украинцы и португальцы определят обладателя бронзовых наград. Для сборной Казахстана этот финал стал первым в истории. Ранее лучшим достижением команды было седьмое место. Компания GD Sports выяснила, какой футбольный клуб является самым популярным в мире. Результаты приводят издание Марком. Исследование проводилось на основе анализа поисковых запросов Google. Лидером по запросам в 97 странах мира стал мадридский Реал. На втором месте располагается лондонский Арсенал, имея в активе 17 стран. Замыкает тройку лидеров английский Манчестер Юнайтед в 16 стран. Реал был признан FIFA лучшим футбольным клубом 20 века. Сливочный является самой титулованной командой в истории Лиги чемпионов. 13 побед на турнире и испанского чемпионата. 33 победы в национальном первенстве и 19 кубков Испании. На этом все. Также смотрите наши новости на сайте www.tv.kz и следите за нами в социальной сети Instagram. Всего хорошего. Ждите новостей.